Включаю, Александр Ильич, ни одна современная система этого не делает. Я отвечаю. В принципе, это будет здорово. Например, плоское фрезерование может производиться как с плоской контуровкой, как я вам показывал в предыдущем примере, так и с объемом модели. И я считаю, что в нашей системе присутствуют такие уникальные методы, когда с плоской контуровки мы идем трехкоординатным проводом. Кроме того, в процессе создания управляющих программ вы можете применять так называемые распределенные модели изделия. Когда некоторые части изделия вы сдаете, моделируете в объеме, те части, которые не нуждаются в трехкоординатной обработке, можно сдавать плоскими контурами и так далее. Ну, простой пример, если мы рассмотрим при спорте, как правило, это одна поверхность какая-то сложная, которая требует трехтикоординатной обработки, то есть объемной обработки. Все остальное, это плоские, эти отверстия, бабушки, которые, в принципе, не требуют объема модели. Один простой пример, который мало того, что вырегистрирует работу модели, одно там, но и это вырегистрирует этот, как я говорил, пример фиксирования корреста зеленной модели изделия. Была получена полностью модель в объеме и технолог в процессе работы задал, вы видите, плоскими контурами какие-то конструктивные элементы, которые не требуют трехкоординатной обработки. Ну, в данном случае изделия обрабатываются практически полностью две координаты. Координаты в маршруте, в данном случае, 29 технологических объектов, среди которых появляются и оружие, которые я не останавливался на них. Подробно, так называемые технологические команды, то есть такие технологические объекты, которые не связаны с перевещением инструмента. То есть здесь задано не оптимальным способом, например, здесь спорные места обработки исправлений, но тем не менее, это более-менее реальный пример. Как я говорил, мы работаем не только со своей правильной системой, в общем-то, открытая. Как считываем, незаписуемость достаточно многие, в общем-то, современные форматы, агменты, которые существуют, плоские форматы, в основном, работают через плоский диксет, плоский аэш из других систем. Вопрос по поводу длинной траектории движения инструментов. Мы сказали, что, прежде всего, проверить это по количеству кадров, длине экваленты, это совершенно ничем не дающий показатель для экваленты. Поскольку у вас там входы КСУ, а входы КСУ я могу задать длинную траекторию 10 километров, двумя цифрами, в одном кадре. Понятно, да, что я говорю? Я говорю, что если у вас вот эта программа способна была адаптироваться к длине рабочего кода инструмента, то тогда в эту программу можно было бы уносить коррекционный износ. Вот у вас есть такая коррекция? Естественно, коррекция инструмента на износ, это вообще-то, я понимаю, в управляющей программе описываются номера корректоров, так? Корректор, а здесь? И, естественно, в каждом диалоге, я вот останавливался, когда мы находимся, вот давайте на этом примере посмотрим, на закладке инструмента мы видим корректоры по различным осям, радиусы корректора, значение вылета инструмента. Все эти параметры, естественно, должны учитываться и отражаться в управляющей программе. Другое дело, что если вы учитываете программу или вы, или оператор, он будет номер корректора. Каким образом, я же не знаю, какое оборудование у вас существует на этой трети, и насколько изношен инструмент. Нося это, реально. Нет, если вы получите по различной длине на траектории, тогда мы могли в виде траектории определить, в какой момент у нас нас. Хорошо, я могу получить эту длину траектории. В каким образом я это буду делать, как практически, я эту траекторию получу как кривую именно, как вот физическую кривую, вот в какой-то объемный склайм пространства. Понятно. По мере ее траектории. Вот, хорошо. И тогда следующий вопрос. Мы все время задавали педестанковую обработку по одному миллиметру. Ну, там не важно, по одному миллиметру. Не педестанцы. Да. Ну, в принципиально педестанковая обработка относительно того контура, который мы могли бы. Один миллиметр. Значит, если мы сейчас будем обрабатывать вот заготовок, там, как мы указываем показатель, то действительно все звучит правильно. А если мы делаем вот последний вариант, который мы нарисовали, кубик, и рассекаем его в какой-то прямой плоскости. Не плоскости, а прямой поверхности. Значит, соответственно, при обработке будет не педестанция обработки, а обработка с переменным лицом. Соответственно, глубина резная будет и нет. Соответственно, согласно закону с его резным, мы должны иметь движение. Реагирует программа на такое? Во-первых, я всегда создавал вот этот один миллиметр. Это так называемый шанфреск. То есть, что это такое? В проекции на плоскость x, y, расстояние между настроечкой и точкой инструмента на том или ином проходе, где-нибудь за один миллиметр. Естественно, то есть, я могу игнорировать этот параметр и задать, например, высоту гребешка. В принципе, то же самое. В принципе, это то же самое. Но шаг будет разным, согласнитесь? Ну, где он гребешка просто пересчитывает. Ну, в принципе, это одно. Ну, это пересчитывает. Почему оно так? Ну, потому что мы задавили шаг в гребешке, а длина гребешка и высота гребешка. Геометрический параметр, который зависит от того, от другого я ответил, от параметров инструмента, глубинный резкий шаг в гребешке. То есть, это просто пересчитывает. Ну, тут нет ничего сложного. Я другой вопрос. Реагируем при программе на неоплодимость изменения режимов резания в зависимости. Вот изменение гребешка. Вот появление каких-то сложных параметров. Например, обработка галтери, пальцев, пунктов и так далее. Там совершенно любой. Или, например, мы обрабатываем какую-то поверхность большим гребешком и выходим на узкую тонкую кромку. Вот обработка галтери. Там режимы абсолютно другие, несмотря на то, что, так сказать, мы столкнемся с общеизвестным обходом какой-то поверхности. Значит, вот может эта программа среагировать на то, что мы обрабатываем? Идеология такая, я сам в начале это говорю. То есть, все дает технолог. Вот понимаете, что основной принцип, который отказывается разработчиком модульным адамкам, мы их не вправе не давать. Там технолог, один обрабатывает колодцы две с половиной координат, другой обрабатывает пять координат. Если мы будем что-то рекомендовать, наверняка, ну, 90% будет не то, что нужно. То есть, учесть специфику того или иного производства достаточно сложно. Каким образом ведется в вашем случае? Как приведем на примере. На отдельной области, где с различными режимами резания ведется обработка, сдаются различные режимы. Вот, то есть, понятно. Вот, они уже на эти четвертый момент сам. Так, технолог сам стоит. Существуют системы, я, например, видел, но я считаю, что это неудачно. Регистация, например, которая, система, которая рекомендует даже инструмент, который применяет на тех или иных деталях, на тех или иных, при тех или иных способах обработки. Но давайте посмотрим на практику. В цеху у меня четыре инструмента, которыми я точно обработал данное изделие. Если бы мне посоветовать инструмент, выходящий из этих четырех, как бы это все... Вот здесь вы не правы. Вам надо поехать на завод турберных глобатов и посмотреть на новую стану. Хорошо. Который станок задает тот инструмент, который должен быть. А кроме того, этот инструмент не просто задается со склада, а он на соседнем участке, да? И затравливается. Это идеальный хороший случай. Я тоже сталкиваться с такими вещами. Да, это просто то, что... Но там программа вызывает, будет ли решение? В этом случае. Я просто достаю. Прошу. Возьми. Раньше это неологично. Я, конечно, уже отбалу, уже отложил в результате сие и 15 лет. А сейчас это может любой сделок делать. Он зависит, или любой может делать какая-то еще. Поэтому, в принципе, я вкратце основлю еще на одном модуле. Систему модуле для подготовки документации, которые существуют на предприятии. Я буквально в нескольких словах о нем расскажу. Перескажу обоих основных принципах работы вообще. Специально он написан именно для выпуска, как я говорил в документации, для программы. Каким образом происходит работа в этом моде? В принципе, работа состоит из двух основных частей. Сначала описывается сценарий исполнения той или иной формы. Это немного похоже на проектирование постановок. Существует форма на предприятии, которая либо рекомендована доском, либо, исходя из традиций исполнения тех или иных форм, существует на предприятии. Мы берем ее в графическом модуле и описываем сценарий ее исполнения. Например, в это поле в ней описываются такие параметры. Создаем связи между различными полями. Сюда мы вставляем эскиз. Когда такой сценарий создан, те люди, которые занимаются рутинным процессом исполнения таким форм, работают в следующем режиме. Для примера, это техпроцесс. Итак, выбираем какие-то общие сведения. Обозначение деталей, номинование. Там, скажем так, цимальный номер. Переположим на тот материал, который мы выбираем из базы, которая существует либо в стандартной поставке, либо на предприятии. Если такие базы имеются, то, посредством своих запросов, где вручную в нужное место, с нужным масштабом и так далее. Естественно, можно задавать какие-то отношения различные между полями. Тот же чертёшь, вот. С начала 80-х, в общем-то, эксплуатируется плоская часть системы, именно в плане какой-то конструкторской документации, через 6 список и, естественно, готовки плоской информации для управляющих программ на ЧПУ. Простите, пожалуйста, имея вот такую, как борщик, как-то еще, или лучше даже вот, если бы вот такой вот такой, объёмный, трёхмерный такой изделий, да? Вот тогда так из него коллективный к скандартному блоку, и, допустим, образеять его. Продолжение следует...